Итак, всем привет, с вами Дубе, продолжаем играть за Индию, продолжаем выращивать наши маковые плантации. Пока что мака у нас происходит не так много, да, но это всё скоро изменится. Заказываем мы кучу построек мака, начнём мы экспортировать везде, единственное, нам скорее всего понадобится много конвоев, да, конвоев у нас очень мало. Так что мы будем подстраивать себе ещё порты, ну и параллельно, наверное, какие-то товары, которых будет очень не хватать на рынке. Всё-таки надо не только нам, маг нам, да, всё-таки и другие товары нам тоже нужны в рынке, по крайней мере, нашим. Так что вот это вот мы тоже, наверное, позакроем немножко, но основу производства у нас в ближайшее время будут как раз такие плантации. Поехали. И знаете, о чём я подумал? Что стоит нам сделать какие-то выборы, да, потому что сейчас у нас власть добавляется только аристократам, из-за этого огромная сила у землевладелецов, и их надо держать в, собственно говоря, правительстве, потому что у нас наш генерал, наш правитель поддерживает именно их. Если мы сменим автократию, то у нас не будет зависимости легитимности этого, у нас будет просто плюс легитимности. Единственное, стоит придумывать, кого мы хотим поставить, да. Смотрите-ка, у нас вот от этого закона они уже радикализуются, а вот от этого вообще минус 20, да, идёт. Точно мы можем землевладельцев поставить и им влияние на самом деле подорвать этим, да. Но, возможно, я хотел бы поставить вот это. Нет, давайте, ладно, давайте к землевладельцам пока что не будем сильно дальше душиться. Промышленники, интеллигенты, просоиваются за. Поменяем. Поменяем. Чуть-чуть из авторитета потеряем, да, соточку. Но с легитимностью будет попроще. Другие фракции станут чуть-чуть посильнее, потому что все будут иметь баф. И, кроме того, мы можем выкинуть их потом из правительства и начать подавлять, скорее всего. Кстати говоря, строятся фракции просто моментально, по две недели каждая. Мы сейчас такое здесь производство сделаем. Жесть. Но стоит не забывать про железные дороги, так что давайте сначала ещё железные дороги достроим. Везде, где у нас здесь инфраструктуры не хватает. Это уже в наших море нет каких-то, поэтому мы там не можем помочь им никак. И нужно нажимать на самом деле выморочные владения тоже периодически. Но пока всё ещё кд, хотя, блин, мне кажется, что я нажимаю его очень редко. И там на самом деле не два года, как здесь вот написано. Единственное, построим ещё немножко железа. Что у нас неплохой такой минус на рынке. И это много на что влияет. У нас, видите, схемы и проблемы. Почему? Давайте вам покажу. Очевидно, удобрения очень дешёвые. Да, это мешает нам как бы вот этим заводам развиваться. Да, разрешатка дорогая, но она не окупает. Потому что у нас ещё и производная тоже. Ну, сырьё тоже очень дорогое на самом деле. Надо серый уголь и железо сделать дешевле, чтобы с возвращаткой разобраться. И смотрите-ка, спрос-то на опиум растёт. У нас было 2500 минуса, осталось. Хотя мы повысили производство, по-моему, уже на 1000, что ли. Дороговые пути растут только так. Цин, смотрите. Есть только так наш опиум. И я подозреваю, там всё ещё должен быть спрос неплохой, да? Да, там всё ещё нужно 1000, и я так понимаю, мы им даём. Он становится дешевле. Ага. У нас, видимо, путь сейчас только что прирос очень жёстко. И они потребляют. Потребление, видите, растёт. Потому что он дешёвый. А из-за этого растёт и... Ну, получается, растёт спрос. Растёт цена. Мы продаём туда больше. Отлично. Так говоря, можно ещё самим открыть пути. В России, в разные страны, в которых есть потребление. Ну, в Россию тоже, в принципе. В Америку тоже, в принципе. В Австрии, в Пруссии тоже. Сейчас, видите, здесь пишутся, что это невыгодно. Но это неправильная информация. Невыгодно у нас только это, потому что у нас... Потому что там нету спроса. Только мы туда закинем этот товар. Видите, спрос появляется. Сразу становится выгодным. Оп. Отлично. Единственное, нам, видите, конвоев не хватает по-жёсткому. И будет не хватать всю игру. Поэтому надо настраивать. Вот и доктрина освободилась. Давайте посмотрим, кто самый большой. Давай 6. 1,2. 4. Оп. Аут присоединили. Построили мы уже хорошую часть портов. Теперь стало чуть-чуть получше. Давайте, где у нас тут опиум наш? Вот. Да, спрос растёт. Ну, смотрите-ка. Минус 1200. Да. Но у нас ещё и население начинает его потреблять жёстко. Ну, что поделаешь. Что поделаешь, ничего не поделаешь особо. Но торговля тоже порастёт. Причём, я так полагаю, да, видите, очень хорошими темпами. И у нас, на самом деле, да, покупают очень много стран. В Афганистане, кстати говоря, сначала я закинул экспорт. А теперь, смотрите-ка, они к нам сами закинули, да? Импортные. В теории, так можно делать со всеми странами, чтобы они тратили свои конвои. Но пока что я так делать не буду, но у нас хватает конвоев. Может, в будущем мы это поменяем. И надо, на самом деле, вот с этим уже разобраться тоже. Для новых техов тут у нас с красителями была беда. Смотрите-ка, всё покрылось. Почему? Странно. В том случае, я подстрою ещё красителя, потому что они нам тоже пригодятся очень. И давайте посмотрим, что у нас в железной дороге. У нас, как обычно, где-то не хватает на инфраструктуру. Надо её строить обязательно. Что у нас по пошлинам? Смотрите-ка, уже, в общем, даёт нам некоторые деньги. Ну и, очевидно, даёт деньги ещё тем, кто его там производит. Всё-таки здесь уже 135-й уровень плантаций. Уже 700 тысяч работает на благо мира. Прекрасно. А вот уже 7 тысяч торговых путей. Ну, видите, здесь скачет немножко, я так полагаю. Да, из-за конвоев, но мы уже всё на лимите. У нас негде строить новые. Нужно захватывать по-прежнему территорию. Я подозреваю, вот здесь мы потом сможем, да. Но, в целом, надо куда-то сюда вот выходить. Возможно, сюда, сюда, чтобы порты какие-то новые получать, да. Наверное, вот в Аравии мы пойдём. Ну и плюс у нас, на самом деле, всё ещё есть садания на... Ааа... Подожди, нет уже? Мне казалось, было на то, чтобы съесть территорию. Видимо, больше нету. Так что давайте расширяться вот сюда. Чтобы получать, в первую очередь, новые порты. Ну и дополнительно здесь потом будут новые ресурсы. Резина. Если вот до сюда дойдём в один момент, то вот даже и нефть. И ЦИН решила поддержать. И Дайнам. Что это подумать? Можно Дайнам украсить Францию таким образом, кстати говоря, да? А, нет, он уже... Помните, Франция вроде Дайнам захватывала? Видимо, передумала. Ну окей. А, можно, да, Дайнам тут захватить было бы, да, наверное. Сделать марионетку, а потом марионетку съесть эту. И, ну, против ЦИНа мы просто будем в защите держаться, я подозреваю. Там должны быть тихие, похуже наши. Возможно, даже стоит прицель сделать в один момент. Посмотрим. Ну, будем готовы. На самом деле, можно ещё, допустим, какие-нибудь репарации взять с ЦИНа. И с условного Вьетнама. Допустим. Ну да, всё. Как бы, этого хватит, окей. И да, мне даже придётся признать нажатиться. Я заметил, что у нас не было метода производства здесь современно. Вот это вот очень зря и страшно. Мы теперь будем ещё сменять снаряжение очень долго. Это ужасно неприятно, на самом деле. Хорошие новости в том, что в цене войска просто ужасные. Так что у нас есть шансы хорошие. И после боев на севере смог я здесь вот высадиться в один момент. И я думаю, да, мы пробьёмся на конца. Только, почему у нас вот эта вот битва идёт подовременно с этими наступлениями? Что-то очень странное. Но, допустим. Отлично, мы её взяли. Парень, как обычно, пошёл гулять. Но нет, давай сюда. И теперь можно уже пробовать наступать на фронте, на самом деле. Так же, хором задался. Отлично. А нет, смотрите, на защиту там, блин, баф есть. Так что с Китаем не получится. Но нам что, самое главное, то, что мы хотели, мы сделали. Нам можно попробовать на самом деле высадиться ещё в Дайнам. А, ну он сейчас в битве, окей. Битва закончится у этого парня. Можно попробовать на Дайнам ещё высадиться, посмотрим. И да, мы смогли здесь высадиться. Только на севере я понял, что нам нет смысла там держать войска. Они там только горят. А вот здесь вот пробиваться более-менее нормально. Хотя всё ещё войск ещё много. Но что поделать? Собственно говоря, истощение, да, жесть. Ну, мы пробиваемся. Ура. А вот Вьетнам и капитулировал. Ну, с ценим уже, я думаю, просто мы Белый мир заключим, да? Ну, да. В принципе, ребрации не так, что и сильно нужны. Мы больше денег потеряем, если продолжать эту войну. Нормально, получилось. Теперь Франция, порт, вы видите, всё-таки получила. Но не больше. Вопрос, это будет порт в нашу? В наш рынок, наверное, нет. Надеюсь, что нет. У нас на рынке новые, видите, потребности. Надо их сейчас покрыть. Продукты я там строю. Одежду подстраиваю. Ткани, видите, красителями с этим не хватает. Нужно сейчас вот этим всём заняться. Начнём мы, наверное, с ругля. Потом шёлк. Потом двигатели. Потом красители. И после этого, после этого, наверное, уже продолжим с опиумом, как обычно. Кстати говоря, мы можем из цини без конвоев импортировать кучу зерна. Так мы и будем делать. Можно было бы попробовать, да, другие товары. Так тоже можно с другими товарами. Потому что нам очень нравится, когда можно импортировать без конвоев. Конвой нам на вес золота. А ещё мы скоро откроем качалки. И это даст нам невероятный новый метод, который увеличивает производство. Но для этого нам нужно будет просто миллион двигателей. Так что нужно готовиться. Вот сейчас я заказал здесь уголь, да, красители. Но сразу после этого мы будем просто нереально. Стали строить им нереально двигатели. Чтобы все наши плантации поменять на двигатели. Принимаю я решение, что нам нужно ещё большее строительство. Наша экономика всё-таки уже очень уверенная. У нас спошли уже, видите, очень много мы получаем. С опиумом, конечно, не так много, как хотелось бы. Но это потому, что у нас эти вот вторичные потребности тоже очень сильно действуют, да. Хотя опиумом, господи, как же они хотят его покупать. Нужно расширять производство. Но надо вот сейчас вот с этим вот решить. И на самом деле мы очень расширим производство сейчас, когда поменяем на плантациях вот эту вот штуку, да. То есть вон, грубо говоря, вот здесь посмотрите, сколько мы получим. 11 тысяч опиума. Но перед этим нужно сделать 2000 двигателей. Для двигателей нужно делать кучу угля, железа, чтобы из этого сделать сталь. И из стали уже делать двигатели. Ужас. Кстати говоря, мы тут по ВВП, оказывается, на четвёртом месте стоим. Я доволен, на самом деле, потому что боты развиваются. Технологии, на самом деле, очень много решают, потому что мы всё-таки методы старые используем везде. Да. Значит, инструментов, да, куча необходима. Окей, это было ожидаемо. Но Франция... А за счёт чего Франция стала такой огромной? Давайте поищем. М-м-м. Просто-просто равномерно растёт. Куча колоний. Ну да, и всё. Просто очень-очень хорошо растёт. Я ботом реально доволен. Ну, опять же, у нас население куча. А ВВП это, в первую очередь, население. Так что мы обязательно всех перескейлим через какое-то время. Начали мы строить двигатели. Стоит... Опять, смотри, не посмотрите, как гуджерат. Сейчас хорошие варианты, да, нам дали. Гуджерат. Ага, 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 ага. Тут самое большое, да, всё-таки. Надо его, наверное, брать. Да, так давайте сделаем. Бам. А, подожди, мы не всё. Мы только стоит забираем. И то как-то не весь. Тоже вот эта вот часть была как-то... Как-то грустно. Я ожидал, что будет больше. Так вот, двигатели начали уже в плюсы идти, да. И сейчас придёт время жестовкого ударов по ним. Бам. А минус 11 тысяч, говоря, точнее, плюс 11 тысяч опиума. И типа он сейчас очень дешёвый будет, в скобочках. Сейчас из-за этого, я думаю, поднимется спрос по жести. Должен, по крайней мере. Ну-ка. Ну да, да-да, растёт, растёт. Не спеша, но растёт. Вот, видите, по 200. Хорошо. У них там есть, я думаю, подушка безопасности. Да, 7 миллионов. Я думаю, они... А, так они даже и с такой ценой. А, у них ещё и... Ой. Бедная моя северная бенгалия. В ней уже 66 сейчас будет железных дорог. Просто страна... Точнее, стоит железных дорог. После долгих, очень долгих страданий, наконец-таки, я смог принять этот закон. Господи. Как же это было долго. Вот это бы поменять на свободу конкуренцию, да? Вот это на протекционизм. Но что у нас по рабству? Смотрите, как землевладельцам это ударило, да? Казалось бы, что это не должно сильно ударить, да? То есть, просто влияние это не даёт. Но из-за того, что другие фракции получили большее влияние, они очень сильно потеряли силы. А вот промышленники, наоборот, получили. Это, конечно, в будущем у нас свои проблемы может состоять, но, по крайней мере, сейчас всё будет нормально. И, наверное, мы всё ещё не можем. Я хочу их опустить ещё ниже, да? Ещё ниже. Надо будет, наверное, увольнять вот этих парней. Надо, чтобы они стали отчуждёнными. Это очень непросто сделать. Кстати говоря, у нас президент теперь, да, у нас республика теперь. Президент поддерживает промышленников. Это хорошо. Потому что теперь землевладельцев можно будет выкинуть отсюда. И да, давайте, наверное, свободную конкуренцию будем пихать. Поехали. Радикализация землевладельцев. Ладно, пока что, типа, нельзя. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. А, у нас, собственно говоря, партии получились теперь, да? И партия обонтарговли, окей. Либеральная партия. Ага, понял. Принял. Давайте, что мы сделаем. Теперь, не обновилось всё ещё, да? Что они не любят? Просто от ивента. И радикалов много. Понял. Надо пошутить, чтобы радикалы пропали. Сейчас что-нибудь придумаем. И, ну, на самом деле, двигатели уже в норме. Смотрите, всего лишь плюс 30%, да? С этим реально можно жить. Так что давайте следующий удар нанесём. Добьём двигателей. И как с этим справиться? В общем, можем у кого-то ещё покупать? Давайте у вас ман. Если можем покупать, покупаем. И, ну да, нормально, справляется себе. Мы ещё, конечно, продолжаем достраивать. Но, да, мы очень мягко встретили вот этот вот переход. Хоть он ещё и не завершён, но, по-моему, это были самые большие, да, плантации. Там уже небольшие. Тут уже полегче будет. Смотрите-ка. Тут какой парень пришёл. Гетонист, бандит. Ему нравится быть в власти. Ну что ж, парень. Шутка у нас так и не получилась, к сожалению. Всем пофиг, если мы попробуем теократию делать. Но давайте попробуем, наконец-таки, запрет рабства. Опять же, если вы там не посмеялись, то и тут не должны посмеяться, верно? Если говоря, 666 строительства одобряем. И смотрите, как мы, кстати говоря, резко так поднялись. Когда поменяли, да, наши методы производства. Теперь мы уже на втором месте. От Франции выделяет нас всего лишь сотка. Но мы их догоним. Нам нужно, очень нужно, отменить рабство. Вообще, сколько у нас рабов, собственно говоря? Много. 4% почти, это много. Надо, конечно же, их освобождать. Давайте начнём аннексию Дайнама. Уже пора, я думаю. Можно даже кого-то позвать на свою сторону. Камбоджу. Вау. Россия может ступиться за Дайнама. Ну, удачи им. Вообще, кстати говоря, они в страхе. Они могут даже просто сдаться. Кстати говоря, исследуем стальные рамы. Потом ещё, наверное, будем следовать инвестиционные фонды. И двигаться к свободной конкуренции. Да? Интересно, свободной конкуренции. Господи, что же там будет? Цена опять заступается, но это не страшно. Австрия заступается. Это неприятно, но тоже не страшно. Даже если Россия сверху ещё зайдёт. Всё равно нам главное просто дай нам захватить остальную пыль. Вот Франция, если бы сюда зашла, могло бы быть немного неприятно. Хотя всё равно, мы просто бы высадились до того, как они сюда бы прибыли и порт бы, наоборот, захватили. Стоит, кстати говоря, с Португалией в один момент повоевать вот за эти два порта. Ещё здесь острова. И, возможно, какие-нибудь порты я бы ещё где-то хотел. Ну и самое главное убрать вот в татуях. В татуях шутку в нашей территории. Получили мы стальные рамы. Ух, а сколько это бы нам ударит? Да вообще, по-моему, не сильно. Должно не слишком сильно. 1200. Ух, мамма миа. Возможно, стоит нам сейчас сократить какие-то строительные сектора. Ну, как минимум, да, вот эти вот поудалять, которые там единички, в которых мы почти не строимся. А может и в каких-то больших секторах тоже подудалить. Ну, в случае, сейчас будем заниматься этим. Итак, пока мы тут высаживаемся в Вьетнам, собственно говоря, у нас прокует плюс 20%, когда приятного рабства. И я этим очень доволен. Здесь мы начинаем строить по-жёсткому прям. В Дели. Железные рудники, почему это не включённая область? О, господи. Помните, от нас отваливались повстанцы? Видимо, из-за этого. Ну, это окей. Из-за этого они стали не включёнными. Это очень неприятно. Нужно срочно подстроить бюрократию туда. И я вижу, что там уже не хватает ЖД. Так что ЖД тоже везде здесь подстраиваем. Обязательно. И тут пока у нас на севере войска удерживают позиции. Уже, кстати говоря, так себе они это делают. Нет, бежит у меня какие нормальные. Единственное, видите, вооружённая сила очень слабенький. Так, опять генерал телепортировался. Вот и ещё его. Теперь вот взял, телепортировался отсюда. Надо телепортироваться обратно. Вот здесь вот добиваем юг, а потом идём на север. Вот, смотрите, Адайна может согласен на независимость. Присылал он на сам мир. Ну, да. Аннексия так, аннексия. Самое главное. Строим здесь порты. ЖД здесь вроде не надо. Строим ЖД вот за то, где нужно. У нас, господи, посмотрите на эту северную Бенгалию. Это просто жесть. Строим везде. Что нам поделать? Так, пока мы входим из минусов. В скобочках мы пока что в некотором минусе, да? Что у нас не такой большой инвестиционный фонд. Подставим мы себе плантаций. Надо зарабатывать деньги. Опиум пока что мы... У нас, видите, с Китаем прерывалась торговля. Ну, сейчас мы... А, они из нас сами импортируют. Продолжают. Окей. Установится сейчас здесь всё. Можно на самом деле ещё куда-нибудь закинуть. Испания, Швеция. Аманск нет. Что вообще по интересам? Скудненько, скудненько. Надо подстроить флот, значит. ВВП, кстати говоря, вторая позиция. Но, видите, сотка сохраняется. Всё-таки мы сейчас испытываем не лучшее время. Но мы достроимся, я думаю, в плюс нормально выйдем. Построили мы тут сотню плантаций чая. Теперь строим кофе. И то, это, кстати говоря, тоже вызывает зависимость. По крайней мере, кофеин точно. А в чае тоже есть кофеин в основном. Так что, в принципе, можно сказать, что наш картель расширяется. Просто пробуют новые товары. Всё-таки опиум пока что, видите, надо, чтобы торговые пути выросли. Они растут, уверенно растут. Помните, вначале было что-то типа 6 тысяч. Но можно ещё и кофе. Спирт мы тоже, кстати говоря, экспортируем в Цинь. Можно ещё куда-нибудь экспортировать, где умеренно немного требуется. Вот давайте. Можно куда-нибудь их закидывать тоже. У нас конвои, в принципе, есть. Давайте кофе тоже. Такие более-менее нормальные рынки позакидываем. Смотрите-ка, у нас покушение на президентах планируется. Но он поддерживает землевладельцев. Ребята, дают добро. Делайте с ним, что хотите. Нам главное рабство успеть отменить перед этим. Профсоюзы можно будет ещё доставить. А, Профсоюзы и так здесь всё окей. У нас максимальный шанс. Надо, чтобы прокола уже. И более того, мы ещё и бананы, и сахар достроим. Сахар тоже, кстати говоря, вызывает привыкание. В принципе, мы сейчас всей роскоши будем барыжить. Нам единственное, нужно, конечно, ещё вот это вот подстроить. Но всему своё время. Всему своё время. И да, минусы у нас есть, но умеренные. Нужно вообще сталь и стекло делать бы подешевле, чтобы меньше денег тратить на это. Так, приблизит. Смотрите, популярность кому? Фильмаршалу плевать, допустим. Не разбери их. Ужас, абсолютный ужас. Перекративаю 5% и мы умрём. Не можем. Строим теперь сахарный тростник и потом займёмся... Блин, рыбы не хватает. Кто у нас рыбу... Кто покупает рыбу у нас? Сикхи. Ужас. Как же... Как же рыбы стало не хватать? Непонятно почему. Ну давайте, вон, из сыни будем закупать всё как обычно. И нужно будет тогда и рыбу достроить, господи. И вот ещё раз доктрину применяем. По ощущениям надо вот этих парней, да? 7 миллионов. Подхавали, хорошо. Очень медленно это происходит, но хотя бы хоть как-то. В теориях можно, наверное, съедать или нельзя? А, можно, надо ухудшить отношения. Да давайте так и сделаем. Кого-нибудь нам бы поданнексировать самим. На самом деле тоже, да? С этими странами пускай отношения улучшаются, наоборот. Вообще, я думаю, на этом можно сфере подзакончить. Мы очень неплохо так наших производств подняли. Пвп мы на первом месте ещё не вышли. Благодаря моду. Я очень доволен, что яишки развиваются. И есть кому что продавать, есть у кого что покупать. Видите, то есть как бы нормально. Живём. Удобрения только некому продавать, блин. Потому что всё очень мало. Конвои мы подстраиваем. Миноров интегрируем. Самую большую железную дорогу строим. Так что с вами был Лавгай. Подписывайтесь на канал. Если вдруг ещё не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всё как обычно. До скорых встреч. Пока.